Удежда Васильевна собирается опять, он в голову выскочил, за ним должна прийти машина, вот он идет. А там он подходит тоже к воротам, а кто это пришел, даже не знаю, отсюда непонятно. Ну потом узнаем. И Надежда Васильевна опять по больницам, вот сколько их в машину садятся. Вплотную подогнали, сейчас где-то должен подъехать Добунов, повезти Володю на работу. Ну, сейчас только слушали песню «Дядя Вова, мы с тобой». Уже прослушали раза три, сейчас слова песни узнаю, ни на чем Антонов проставился. «Мы с тобой». Если так без Бога, то это не поможет множеству. Ничего не будет. Вот, машина, видите, как забрызгана грязью, все положительная температура. Одна голубка на крыше ночевала, боюсь, что промерзла, погибнет ночью. Сегодня 22-ое, день 40 мучеников в Севастейском озере, заморозили. Вот он пошел. У нас всегда на 40 святых стряпали же воронков. Отец говорил, 40 птичек за это время приезжают. 40 птичек прилетает разных, там журавль, кулик, ну и перечисляют. Конечно, не ласточки. А я маленький был и всегда говорил, а где остальные? Я насчитываю 18. Прилетают у нас там разные чибис, то есть скворец. Вот знал я. А вот на нашей семье сколько, никто не интересовался этим. Это вот дано уже. Я не понимал ничего, а уже сердце прилепилось к птицам. Вот я смотрю, а тут села Павлер, вот так сидит, смотрит. Надо посмотреть на нее. Вот она, выздоровела. Головка маленькая на ващек, все боком сделает и смотрит. У всех провожаем, молимся. О, машина, Володя, он пошел там. Это, похоже, как раз Игорь и приехал. Дебунов. За Володей. Сегодня позвонили с Потеряевки, что Романа приехала, полиция арестовала. И вот сидит уже 3 дня, 15 суток дали. А потом сразу депортация. Как будто так. Но что его нету, сидит, это подтвердили сейчас. Я вчера еще знал, но думаю, не точно может быть. Сказали точно, кому успел он там передать ключи от своего бункера, то есть контейнера. Вот все. Дядя Вова, мы с тобой. Вот за каждому свой крест дается. Теперь люди, которые там вокруг колготились, всяко травили Романа, никого нигде нет, все исчезли. А почему? А потому что под контроль взяли другие органы, более серьезные. Я вчера получил письмо, такое из ФСБ прислали. Очень важное для нас сообщение. Мы тут абсолютно ни при чем. Он где-то уже лет 5 в России был, не получая гражданства. То есть закон государственно нарушен. Тут уже ничего не сделаешь. И нарушен серьезно. Я вчера много читал про депортацию, все, что в интернете есть. Ну и как, сколько могут лет держать, пока определят, кто он, если документов нет. А он что-то сжег. Я все время вспоминаю слова Сталина, когда сказали, что Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. Сталин сказал, доигрался, подлец. Вот у меня всегда такая мысль, когда люди, все против ННН, нигде, чтобы цифры не было. А сейчас везде, под номерами, под цифрами, его сейчас шестерками с ног до головы облепили. Все документы, которые ему там дают, арестовывают, это все под шестерки. Это никак не может быть по-другому. И что, покаяния, возможно, нет. Батюшка спросил, может быть, посетить его сейчас там? Я говорю, никакой мрази. Сразу нас припишут, что мы заодно. Да он и не примет, скажет, зачем от еретиков принимать. Он анафиями всех предает. То есть полностью рехнулся. Сошел с ума и патриарха, и всех. Все еретики. Вся власть, которая у нас в России, от антихриста. Вот землю занимается. Российская Федерация несправедлива. Ну, явно здесь уже складывается, какая тут вера-то. А занимается, значит, на, видимо, Порошенко справедливо. Там эти базы разные строить, это справедливо. Это я уже попутно говорю. Ну, не годится так, двойным стандартам. Ну, а молиться мы молимся. Молимся. Потому что он нуждается в помощи, чтобы Бог избавил его от духа лжи. Противления. Вот кто-то мне звонит. Ну, хоть что-то надо узнать, кто звонит. Я не успел тут закрутился.